РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Всем здравствуйте! Вновь на Авторадио программа, в которой пересекаются истории российского футбола и истории отдельно взятой личности из этого горячо любимого и горячо обсуждаемого вида спорта. Добрый день! У нас, как всегда, самые откровенные разговоры об играх разных лет и самые интересные подробности из личной жизни знаменитых спортсменов. Гарантом искренности выступает мама главного героя программы. А мама, как известно, знает все. Это проект Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка в студии ведущей Татьяны Гордеевой и Катрины Гайсина. И с огромным удовольствием приветствуем нашу гостью в студии Лариса Владимировна Булыкина. Мама того самого Дмитрия Булыкина. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Добрый день! Очень приятно, что вы у нас в гостях. Поговорим сегодня, я думаю, с удовольствием. Немножко информативности. Дмитрий Булыкин трижды был обладателем Кубка России в составе Локомотива. С этой же командой становился и серебряным, и бронзовым призером чемпионата страны. Если говорить о европейских заслугах футболиста, то он серебряный призер чемпионата Бельгии с Андерлехтом, чемпион Нидерландов с Аяксом, в 2011 году был лучшим российским футболистом за рубежом. Да, я хочу еще добавить, это первый такой футболист такого высокого роста, потому что до этого футболисты, нападающие, именно нападающие Памплуа, они были все невысокого роста, а он вот 192 сантиметра. В 2012 году Дмитрий Булыкин вошел в клуб Григория Федотова, символический клуб, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов. Карьера этого джентльмена, какое-то просто фантастическое путешествие, то взлеты, то падения. Мне кажется, можно фильм снимать уже, можно книгу написать по его жизни, и мы постараемся сегодня самые яркие эпизоды футбольной жизни, личной жизни не обсудить, но прежде, Лариса Владимировна, давайте поговорим о вас. Да. Расскажите, пожалуйста, всем нам и нашим слушателям, в какой замечательной семье родился будущий футбольный герой. Я бы не знаю, как замечательная эта семья или же очень сложная семья, в каком плане, потому что ребенку родиться в спортивной семье очень тяжело. Мы занимались спортом, и муж, и я, и когда мы образовали семью, мы решили, и кто-то один должен продолжать играть, а кто-то один должен воспитывать детей. Ну, давайте сразу скажем про вид спорта, волейбол. Да, у нас вид спорта волейбол, и у меня, и у мужа. Диме пришлось сложно, потому что с двух с половиной лет он бегал на зарядке, мы жили, и мы живем сейчас около Лосиного острова, поэтому у нас все время и свежий воздух, и дорожки есть, и все есть снаряды. Вот с двух с половиной лет мы, значит, с ним бегали на зарядку, а все время с мячом был, все время с какими-то предметами. Лариса Владимировна, у Дмитрия как-то несколько лет буквально назад спросили, играет ли он со своими родителями в волейбол, на что он ответил, что нет, с отцом вообще без шансов играть. Олег Сергеевич до недавнего времени вообще еще по ветеранам играл, да? Да, да, и я играла по ветеранам, и играю до сих пор. И до сих пор играете? Ну, в принципе, видно, что вы в отличной форме, это реально бросается в глаза, ну, и, конечно, да, то есть всю жизнь спортивная семья гордо несет свое знамя, можно сказать так. Да-да-да. Скажите, пожалуйста, ну вот, в принципе, вы уже начали этот разговор, что действительно быть ребенком в спортивной семье, где и мама, и папа спортсмен, это такая отдельная история. Очень сложная жизнь, да, потому что он все время чем-то замотивирован. Если идет на пробежку, то мы ему обязательно объясняем, для чего это. Если он играет с мячом, то мы обязательно объясняем, для чего. Если он учится прыгать на скакалках, то мы тоже объясняем, для чего. И он не был никогда один. Все время вокруг нас собиралась группа детей, и они все время были какими-то играми заняты. Поэтому просто слоняться там и делать какие-то мальчишечные вот эти шутки, у него не было времени, и у нас, у детей, которые жили во дворе, тоже этого не было. То есть они все время замотивированы. Вот детям спортсменов, мне кажется, очень сложно. Они не все время должны что-то выполнять, что-то делать, к чему-то стремиться. Вот мне кажется, что в этом плане не зря он нас в 4,5 года сказал, что он будет футболистом. Почему? Не могу сказать. Потому что когда он был маленьким, ну как маленьким, 6 лет, мы играли в волейбол. Папа нападал, я подавал подачу, а Дима пасовал. То есть у него, в общем-то, была такая игровая практика. Но захотел стать футболистом. Почему? Ну у нас не было такого с ним откровенного разговора, чтобы можно было это узнать подробнее. Но было ведь и плавание, и шахматы. Насколько успешно? Плавание, да, успешно. До 10 лет. Дмитрию исполнилось 10 лет. Осенью, 20 ноября, он мне сказал, 21 ноября, я на тренировку по плаванию не иду. Я говорю, почему? Ну ты же мне сказала, что нужно плавать до 10 лет. Все, я эту задачу выполнил. Больше не пойду. Он просто зафиксировал точно эту дату? Да, да, да. И отработал, получается? Просто отработал, сказали мы, да, вот от сих до сих. Я даже не знаю, с чем это связано, но, может быть, я всегда говорю, знаете, к ген пальцами не прижмешься, я думаю, что это в генетике. То, что вот четко вот это вот выполнение позиций, четкое выполнение, там, тренировку прийти за столько времени. То есть у него временная характеристика, вот это очень хорошо работает. Вот у него так и получилось. Чьи это гены-то? Общие. Ну я так понимаю, что это вообще, в принципе, наверное, в семье, да? Так все четко, по расписанию, по теории, по методике и, соответственно, в хорошем спортивном режиме. Итак, Дима вам в 4 года официально заявил, что он занимается футболом. И вы повели его в футбольную школу «Локомотива» на просмотр. Нет, у нас была чуть-чуть другая история. Дело в том, что мы в это время жили за границей, мы работали. И в 4,5 года, когда он это сказал, мы еще были в Германии, мы не работали там. А когда вернулись, как раз ему было 6 лет, и мы пошли в «Локомотив», в спортивный клуб, хотя бы просто на просмотр. Пришли в «Локомотив», его там посмотрели. Мы даже не на просмотр такой пришли, где просматривается большая группа людей, а там 3 человека или 4 было, что ли, потому что объявление, там на неделю, по-моему, был просмотр. Вот 4 человека, его посмотрели, сказали, да ему ничего не вставить не надо, у него удар хороший поставленный, у него бег хороший, потому что скоростные качества. Говорят, а зачем ему что-то вставить? Надо так его брать и надо заниматься. Но у нас в семье не было цели вырастить великого там футболиста, великого спортсмена. Нам нужно было, чтобы он гулял в то время, не просто шлялся во дворе, знаете, бесцельно, а чтобы у него была какая-то цель. Вот он вышел, и они полтора или два часа тренируются, он все время на воздухе. Это сейчас дети у нас в манежах тренируются, да, в залах еще где-то. А тогда нет, тогда, когда он начинал тренироваться, было совсем по-другому. Они летом тренируются на такой площадке, а зимой они тренировались на хоккейной площадке, на открытой, на снегу. В принципе, это очень хорошая закалка для общей физической подготовки. Невзирая на погоду? Невзирая на погоду. Дождь, снег, это невзирая на погоду. Есть предположение, что вы, как опытные спортсмены, постоянно дополняли его физическую нагрузку. И я знаю, что у вас есть какая-то авторская методика, которая называется «Догони и перегони автобус». Что это за методик? Поделитесь. Да, есть такое. Было у нас. То есть мы дополнительно все время занимались. Но я хочу сказать, что мы до 16 лет вообще ездили вместе отдыхать все время. И все время отдыхали на море, на песок для того, чтобы укреплять голеностоп. Там специальные упражнения есть для того, чтобы был крепкий голеностоп. Футболисту же нужны эти кости, как говорится. И все время ездили, все время упражнения какие-то делали. А вот с автобусом это такая ситуация. По дуге едет автобус, а дуга чуть-чуть поменьше. Асфальтовая дорожка, это как вот рядом проходит. И с одной остановки до другой мы спорили. Я говорю, ну ты не обгонишь автобус. Он говорит, обгоню. Я говорю, ну давай попробую. А он сказал, догоню и обгоню. И автобус закрывает двери, и он побежал. И автобус тоже самое ехал по дуге по этой. И он одновременно приехал с автобусом. Да, был такой у нас. Первый тренер Дмитрия был Виктор Александрович Харитонов. И как его называли дети? Мама Витя. За что вообще он заслужил такое звание? Нет. Мама Витя называли родители. То есть мы называли его прямо и в глаза. Ему все время говорили. Он настолько с любовью относился к этим детям, которым он тренировал, что он там за ними следил. Там шнурок он не завязал. Он пришел в бутсах, не в тех кедах под кеды. Когда зимой мы же... Там не было такой экипировки. Мы одевали целлофановый пакет, а потом сверху кеды. Носок, там целлофановый пакет, а потом сверху кеды. Это для утепления? Чтобы не промокали ноги. Да, кеды были такие простенькие же, тряпочные. И он смотрел за всеми. Придет обязательно, посмотрит. Одел ты целлофан. Почему у тебя нет? Все от тренировки отстранено. У тебя нет твоей экипировки, которая положена для данного тренировочного занятия. Я говорю, все родители на него молились. Он уже как-то рано ушел из жизни. Да, он играл за ветеранский футбол. После игры пришел в раздевалку. Сел, и у него то ли тромб оторвался, то ли еще что-то. И все, и больше не встал. Ему было, по-моему, 34-36. Что-то вот такое. Совсем молодое. Да, но его брат Александр гораздо лучше знает. Вы знаете, у нас есть возможность поговорить как раз с родным братом Виктора Харитонова, тоже тренером футбольной академии «Локомотива» Александром Александровичем Харитоновым. Он у нас сейчас на связи. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Очень приятно, что обратились ко мне. Вы знаете, мама Димы очень тепло отзывалась и о вас, и, конечно же, о Викторе Александровиче, который и за бутцами учил ухаживать, да, и уроки вместе делали. Расскажите нам, пожалуйста, о своем брате. Очень приятно, что вспомнили моего брата. Он был очень строгий и справедливый. Он в свое время, в 14 лет, снялся в художественном фильме. Художественный фильм называется «Ни слова о футболе». Были кинопробы, взяли мальчишка из тех клубов московских. Из «Спартака», «Динамо», «ЦСК». Пробу прошел именно Виктор. Кажется, он какой-то тренер у нас был скромный. Мы родители не знали об этом факте, нет? Ну, я вам тогда рад сообщить об этом. Да, спасибо большое. Мы во дворе всем двором ходили в разные кинотеатры и смотрели его. Потом он единственный мальчишка из московских клубов, который играл за сборную СССР. Также пригласили ребят из «Динамо», из «ЦСК», из московских команд на просмотр сборной России. СССР тогда была. Прошел только мальчишка из «Локомотива». Единственный москвич, который был сборной, это был мой брат Виктор. Лариса Владимировна, вы сегодня заново откроете для себя первого тренера вашего сына. Да, какие-то черты я открываю. Да, он очень скромный был. Очень скромный, да. Скромный. Но вот характер у него правильно описал брат. То, что он был и справедливый, и строгий. Очень требовательный. И Димке он всегда спрашивал по большому счету. За всю команду. Да, за всю команду. Дмитрий был очень трудолюбивый мальчишкой и выделялся своим игровым мышлением. При угловом ударе у своих ворот возвращался к себе в свою штрафную площадь, брал мяч, все поле пробегал с этим мячом и забивал гол. А у вас с братом похожи взгляд на воспитание молодежи или расходились какие-то мысли? Конечно, мы спорили. В Неполе наверняка же обсуждали, как тренировать ребят, какие-то наработки. Да, конечно. Дело в том, что у нашей мамы было два сына футболиста. Вот. И потом эти два сына стали тренерами. У Виктора был нападающий Дмитрий Булуки, а у меня такой был Сергей Еремеев. И вот они спорили между собой, кто из них больше голов забил. То есть они возглавляли список бомбардиров нашей академии от трудового резерва. Это было своего рода соревнование и между мальчишками, и между тренерами, я так понимаю? Конечно. Но еще надо сказать, что мой брат был очень чистолюбивый. Это очень важно в спорте. Потому что если чистолюбия нет, то даже мальчики очень спортивные, очень одаренные, без чистолюбия они никем не становятся, они заканчивают раньше времени. Вот мой брат был очень чистолюбив, но он достигал свои победы за счет честной и открытой борьбы. Я думаю, что, наверное, очень много черт, вот именно спортивных, у Димы, от Виктора Александровича. Вот насколько велика роль тренера, да, действительно, и в плане общения, и в плане воспитания, и в плане того, что как передаются, да. Ну, чистолюбию, наверное, сложно научить, да. Но, в принципе, если рядом есть образец какой-то, да. Конечно, для подражания, конечно. Они же... Как губки. Да, и даже вот у меня сын футболист, вот, я ему делаю замечание, а он мне говорит, папа, мне тренер ничего не сказал. Я вообще хочу сказать, что повезет тому спортсмену, который будет в хороших руках у детского тренера. Именно у детского, который привьет вот ему все те черты и качества, которые необходимы для внутренней борьбы. Я еще хотел бы про родителей сказать. Я очень благодарен своей маме. Один из моментов, что я говорю своим молодым воспитанникам, я им говорю всегда, мама всегда права. Когда я был молодой, очень дерзкий был, и в свое время не додал теплоты своей маме. Поэтому я всю свою работу, которую я там провожу, я посвящаю своей маме. Вот, и Лариса Владимировна тоже прекрасная была мама. С ней было приятно общаться, и она, конечно, тоже большое влияние оказала на своего мальчика. Александр Александрович, спасибо. Спасибо огромное. Итак, у нас в эфире был Александр Александрович Харитонов. Это тренер футбольной академии «Локомотива», родной брат Виктора Харитонова, тоже замечательного человека, которого мы сегодня с удовольствием вспомнили. Ну, а Виктор Харитонов, все раз напомню, это был первый тренер Дмитрия Булыкина. Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Это программа «Мама знает все». Говорим сегодня с мамой одного из самых ярких футболистов начала 2000-х, Дмитрия Булыкина, Ларисы Владимировны Булыкиной. Сейчас ненадолго прервемся. Как воспитать чемпиона «Мама знает все» и расскажет на Авторадио. Российский футбольный союз при поддержке «Газпромбанка» представляет проект «Мама знает все». Герой нашей программы Дмитрий Булыкин. Продолжаем разговор с его мамой Ларисой Владимировной. В настоящее время к многочисленным званиям, регалиям Дмитрия Булыкина добавилось еще одно – общественный и политический деятель. Ну, можно уже говорить так. Итак, сын – кандидат в депутаты. В этом году он присоединился к партии «Родина» и, соответственно, идет на сентябрьские выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Да. Вы его поддерживаете, Лариса Владимировна? Ну, я, в принципе, поддерживаю Диму, потому что в тренерской работе он себя не видит и не хочет. А вот именно я думаю, наверное, это что он в УФА вот поучился, понимаете? И вот эта общественная деятельность, она ему нравится. И он, в общем-то, продолжает это работать и, наверное, будет развивать дальше. Может, нет, не могу сказать. Среди его заявлений о насущных изменениях Дмитрий предлагал ввести бонусную систему оплаты. В футболе? Да, в футболе. Сейчас у нас футболисты получают фиксированную оплату, работают они, не работают, побеждают, не побеждают. А вот он решил ввести бонусную систему. Хорошо играешь – получаешь бонус, плохо играешь – бонус не получаешь. Как вы на это смотрите? Ну, я всегда за начинания какие-то, но я думаю, что это у него сложилось с игрой за границей. Понимаете, там на этих бонусах они как раз и играют, и поэтому она ему понравилась. Эта система – это как стимулирующее, понимаете? Ты не просто сидишь на скамейке и получаешь ту же зарплату. Ты вышел на поле, забил гол, ты получил какой-то бонус. Я считаю, что это реально и может иметь… Дальше к существованию, может быть, придет это все. Ну, не знаю. Вернемся к биографии. Профессиональную карьеру футболист Дмитрий Булыкин начинает в 95-м году в дубле столичного локомотива. В 97-м Дима впервые выходит на поле за основу локомотива, и тогда железнодорожники выиграют Кубок страны. Летом 98-м Булыкин забивает свой первый гол в элитном дивизионе российского чемпионата. И в том же году 19-летний футболист поразил всех двумя дублями в розыгрыше Кубка Кубков. Тогда начался период медных труб для вашего сына? Я думаю, что период медных труб начался у него, когда он попал в команду Юрия Павловича Семина. Я думаю, что тогда, потому что Юрий Павлович тоже, вот как и Виктор Александрович, очень большие требования на него возлагал в плане не в игры, а вот именно требования как от спортсмена, как от игрока. Он все время, у него что-то даже иногда было... Ну почему все время мне говорят? Я говорю, значит, тренер хочет из тебя слепить хорошего игрока. Ты слушай внимательно, и тогда у тебя все получится. Ну в 19, наверное, он полностью раскрылся и в состав стал. У нас, к сожалению, да, не так много времени, чтобы каждый период подробно обсуждать, поэтому предлагаю сейчас перейти к «Динамо». И, получается, в 2001 году Булыкин начинает играть в московском клубе. И, как пишут спортивные издания, ставший тренером «Динамовцев» Виктор Евгеньевич Прокопенко разбудил спящего гиганта. Я думаю, что, понимаете, вот это вот раскрылся гигант, это все зависит от тренера. Нападающий игрок, он зависимый игрок. Есть передача, значит, он будет голы забивать. Нет передачи, он ходит голодный, понимаете? То есть вот такое есть выражение в футболе. Я думаю, что здесь тактические вот эти наработки Прокопенко, я думаю, что они сыграли большую роль в этом. Потому что я знаю, что в Гааге, когда Дима играл, и там тренер просто всем сказал, просто однозначно. Все последние мячи, все на Булыкино он забьет. И действительно, он тогда забил где-то около 25 голов, что ли, за сезон. То есть вот действительно так. И он старался, и он себя показывал. И здесь в «Динамо» то же самое, ему хотелось себя показать. Он всегда играл для зрителей. Он все время старался. Он любит футбол, все время им дорожит. Стремится что-то лучшее в него внести. 2003 год. Особенный абсолютно год. Невероятно удачный сезон для Булыкина. Он, как лучший бомбардир команды, получает вызов в национальную сборную, которую тогда возглавлял Георгий Ярцев. И вот фантастический отборочный матч к Евро-2004. Сборная России против команды Швейцарии. Вы на стадионе? Конечно. Мы потом давали интервью за воротами. В составе нашей сборной, напомню, Аноп, Ковчинников, Игнашевич, Мостовой, Радимов, Киржаков, Саламатин, Гусев, Коряка, Смертин. Наши победили со счетом 4-1. А Дмитрий Булыкин оформил хет-трик. Три гола забил игрок, который второй раз в жизни вышел играть за сборную. Мне кажется, это вообще такая уникальная история. И даже не могу представить, действительно, что с вами происходило на трибунах, и что вы переживали, какие чувства вас переполняли. Ну, чувства такие, знаете, что не за одного Диму, а за всю команду, потому что мы же командные игроки. Мне не важно было, кто забьет, как, но они должны были... Ну, как не важно? Нет, 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 нет. Нужно было, чтобы команда выиграла, понимаете? В той игре мне очень понравился само Димины движение, понимаете? Когда вместе с Мостовым, то есть когда он ему просто показывал, куда нужно сделать передачу, мяч послать, чтобы он выбежал туда и сыграл головой. А в это время у бровки стоял Георгий Ярцев, и что творилось с его чувствами, с его нервами даже предстоит тоже невозможным. Хотя давайте спросим у самого Георгия Александровича. У нас в программе советский футболист, мастер спорта, советский и российский футбольный тренер, заслуженный тренер России Георгий Ярцев. Здравствуйте, Георгий Александрович. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, мама знаменитого футболиста. Скажите. Во-первых, я на Диму обратил внимание еще в дебютных матчах за «Локомотив». Сильный, мощный, с хорошим ударом, скоростью. Форвард современного плана. Не скажу, что каждый матч его увидел, но во всяком случае, когда принял сборную, у меня не было сомнения в приглашении Димы в сборную. У меня единственное было сомнение, как он войдет в коллектив, коммуникабельный или нет. Потому что основу его, конечно, спартаковцы составляли. Но, на удивление, очень быстро вошел в коллектив. Никогда не было никаких проблем. И самое главное, что меня в нем больше всего поразило, он умел выполнять задание, которое было на него возложено. Единственное, что я расстроился, например, когда узнал, что он переходит в чемпионат в Голландии. Скорее всего, для его манеры игры, для его вообще мастерства чемпионаты Англии в Германии были бы... Мне кажется, были бы более приемлемы для него, и он бы раскрылся еще больше. Почему? Его манера игры вот под этот чемпионат. Ну, это мое мнение. Хотя и в Голландии он проявил себя достаточно уверенно, четко. Единственное, что к чемпионату Европы он не был абсолютно готов на 100%. Ну, очевидно, это и новое видение в команде. Может быть, на это ему сказалось. Он человек самолюбивый, достаточно обладающий своим мнением. Ну, что-то не случилось. Но, во всяком случае, на чемпионат Европы мы поехали, и он все сделал для того, чтобы мы там выступили. Как выступили, что выступили. Но его присутствие на поле у меня никогда не вызывало сомнений. Он всегда был игроком основного состава. Почему? Потому что вот сейчас, если вы на современность переходите, посмотрите, форварды типа Булыкина, они нужны. Если вы сейчас посмотрите прошедший чемпионат Европы, то Лукаку, Левандовский, Ну, Дзюба. Это все-таки те форварды, которые очень ценятся и, в общем-то, на виду, на слуху. Поэтому в эту когорту я бы вставил и Булыкина. Почему? Потому что форварды такого плана, умеющие задержать мяч, сыграть на партнера, сыграть по заданию. Такие форварды всегда в цене. Георгий Александрович, а можно у вас спросить? Это Лариса. Можно. Георгий Александрович, я думаю, что вы, наверное, были переоткрывателем новой тактики в футболе с таким форвардом. Вот что самое главное. Понимаете, после этого, ведь все после вашей тактики, после применения этого все пошло. Стали искать больших форвардов. Так что спасибо вам большое, что вы открыли эти все открытия в Диме и вообще в нашем футболе. Ну и вообще, Георгий Александрович, мы хотели подчеркнуть, опять-таки, для наших слушателей, что тогда вот этот период отборочных к Евро 2004, тогда же вообще была форс-мажорная ситуация. Вы же за сколько там? За 10 дней до того, как нашим играть с Ирландией, вы были поставлены главным тренером сборной. Вы там за сутки собирали тренерский штаб. Конечно, я не представляю, как это вам все тогда удалось, в каких условиях все это происходило. И понятно, что именно вы вернули тогда ветеранов в команду, Мостового, Ленчева, Титова. И вот как раз сюрпризом от вас этого как раз был Булыкин. То, что вы его поставили тогда в игры, это же вы его поставили, решились в такой сложной ситуации. Я в нем не сомневался ни на минуту, вы только поймите меня правильно, то уж очень много комплиментов. В принципе, это его был, можно сказать, звездный час, когда он помог сборной и всем нам. Ведь если вспомнить ту ситуацию, 10 дней вы, конечно, прибавили, неделя. Но во всяком случае, то, что он вошел в коллектив, то, что он стал своим, то, что он стал практически негласным лидером, это признали игроки, которые верили в него, в его... В его силу, в его, да, соответственно, скорость. Несгибаемый боец, который ни при каких обстоятельствах не отпускал руки. Это во-первых. Потому что вы же помните, что в тот момент сборная вообще в гробу лежала. И матч в Сырландии, это был ключевой матч, где нельзя было трогнуть, нельзя было проиграть. Если бы мы проиграли, то мы не попали бы ни на какой чемпионат Европы. Это потом уже разные пошли кривотолки. Ромонтан и все такое прочее. Кстати, он никогда не был в этом замечен. Он всегда был готов. Он никогда не приезжал на сборы расхляпанным, разболтанным. Это тоже большой плюс. Это тоже говорит о том, что человек профессионально относится к своему делу. Вот если представить, Георгий Александрович, что вот вы тогда в то время проводите родительское собрание для участников той сборной, что бы вы сказали, Лариса Владимировна, какое домашнее задание семье Булыкиных было бы? Я бы великих спортсменов семьи Булыкиных, фейболистов, баскетболистов не пригласил бы на это собрание ничего. Нет. Потому что мне им бы нечего было сказать, кроме словослов благодарности за сына. Ну, а Георгий Александрович, вы не правы, не правы. Мы другая специализация, поэтому вы бы нам очень многого рассказали и много направлений дали в этом. А вы бы меня с мужем научили блок руками ставить. Я за это пенальки даю. Спасибо огромное. Георгий Александрович Ярцев был у нас в программе. Георгий Александрович, спасибо. Спасибо, Лариса. До свидания. До свидания. До встречи. После игры со швейцарцами Булыкина фанаты и журналисты стали называть Супер Бул. После той игры у него была встреча с легендарным Пеле. Что сказал тогда король футбола? Даже не знаю. Мы эту связь вообще даже не обсуждали. Но там же был праздник в честь, по-моему, юбилея Яшина. Да. И приезжал сам Пеле. У нас фотографий много с Пеле. Это у нас все есть. Но что он сказал, вы знаете... Дмитрий ему вручал, по-моему, какой-то подарок. По-моему, майку какую-то, да, символическую? Да, те рамки. Пеле. Вот. А Пеле к тому моменту уже сообщили, что это вот тот самый игрок, который совсем недавно сделал хит-трик, оформил, то есть, три гола в рамках игры в сборной. И Пеле ему сказал, что хит-трик на уровне сборной уже о многом говорит. И это, по крайней мере, я читала одно из интервью Дмитрия, что для него это было, ну, вот, вроде тоже какой-то такой момент, как окрыление. Но сам Пеле ему говорит, то есть, сам Пеле знает, что вот этот парень забивал три гола в сборную. То есть, это такой момент тоже для гордости. Ну, да, это у него гордость была. Я помню, что он фотографии принес, где у них мяч между головой, заражат у них вот такой, и он принес. И у нас до сих пор эта фотография стоит вот на видном месте. И, в общем-то, я считаю, что Дима как раз очень хорошо относится к, ну, я не знаю, критикой, не критикой, к пожеланиям именно игроков этой специализации. Я думаю, что для него эти слова имели очень большое значение. И в этот момент Булыкин очень захотел играть в какой-нибудь европейской команде. Впрочем, это уже следующий эпизод. Сейчас небольшой перерыв. Скоро вернемся. В студии ведущие Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Это проект Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Мы продолжаем разговор с мамой знаменитого футболиста Дмитрия Булыкина, Ларисой Владимировной. Лариса Владимировна, вы как кандидат педагогических наук, как доцент и заслуженный преподаватель Университета физкультуры и спорта, написали несколько книг по методикам тренировок, по физическому воспитанию. Есть у вас одна любопытная работа, написанная в соавторстве с другими экспертами. Книга про определение спортивного таланта у детей. Вы ее писали, опираясь на опыт собственной семьи, возможно, даже на примере собственного сына? Нет. Книги пишутся не на примере одного человека никогда. Там была обследована очень большая группа детей, выявлены их характеристики, их качество до, после, рост, вес. Там все-все-все антропометрические эти данные. Все-все-все было просчитано. И эти исследования делались на протяжении четырех лет. Если можно сделать экспресс-вывод, в каком возрасте реально спрогнозировать будущего чемпиона? Ну, будущего чемпиона очень сложно прогнозировать. Во-первых, мы там прогнозировали качества. Какие качества в каком возрасте надо развивать? Ведь многие неправильно развивают. Мы знаем, что гибкость, она развивается только до девяти лет, десяти. И дальше все уже просто поддерживается. А развивать мы даже не можем. А какие-то качества даны только по генетике. Мы вообще не можем их развивать. Мы можем только поддерживать. А силовые качества, которые с отягощением многие применяют, знаете, вот, может быть, на уроках физкультуры, там, когда сажали партнера, да, на плечи, туда-сюда. Вот это ни в коем случае делать нельзя. Ведь только после 15 лет, когда уже позвоночник окреп, тогда можно мышцы позвоночного столба, которые держат. Вот тогда можно только уже давать такую нагрузку. Многие делают не так. Вот это вот мы постарались в этой книге как раз и внести, чтобы они посмотрели, какие качества, в каком возрасте, с какой дозировкой. Вот эти вот все моменты нужно обязательно было прописать. А вот как часто талант, который дан с рождения, приводит к каким-то успехам в спортивной карьере? Талант, он, можно его определить. Чтобы привести к высокой карьере, должно быть обязательно сочетание тренера, игрока или спортсмена и родителей. Я всегда говорю, что для того, чтобы воспитать высококвалифицированного спортсмена, нужно обязательно воспитывать семью, нужно обязательно воспитывать родителей. Тогда получится высококвалифицированный спортсмен. А ваш сын полностью отработал вот то, что ему дала природа? Я думаю, что он отработал себя процентов на 75-80. А что сделать? Будем работать в другом направлении. О талантах, поклонниках, умении дружить в команде, о том, как продолжается жизнь после большого футбола, мы сейчас поговорим еще с одним известнейшим игроком. В эфир выходит Евгений Алдонин, заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион страны, пятикратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА. Добрый день. Женечка, здравствуйте. Евгений, расскажите, как познакомились. Вот в сборной или еще раньше? Наверное, еще раньше. Видел Дмитрия еще в Волгограде, когда я приехал, только в 16-летнем возрасте, играли в турнир. И он был тогда еще в составе команды ЦСКА, детской, юношеской. На меня произвел тогда впечатление своей скоростью, своим объемом. То, что он тогда был взрослый, большой и, конечно же, много забивал голов. Поэтому, конечно, нельзя было его... Не заметить, да? Не заметить. Этот клич прочно вошел в фольклор-чемпионат. Вы помните этот момент? Ну, это невозможно забыть, учитывая еще, что у Юрия Павловича был знаменитый, его петушок. Да-да-да-да, фирменная шапочка. Поэтому я думаю, что это, конечно, история уже нашего отечественного российского футбола. А Булыкина долго поддевали этой фразой? Много ли я спрашиваю у него, где его варежки? Ну, когда видели на нем варежки и перчатки, так, конечно, просили снять. Ну, кстати, потом Семин же давал интервью, и он сказал, что... Я тогда сказал, варежки сними, но смысл в том, что на поле футболистам нужно работать. С газона нужно уходить так, чтобы трусы грязные, майка очень потная. А у Булыкина чистая была. И вот это ему не понравилось. А вообще, Жень, вот обидно, когда тренер конкретно тебя перед всем стадионом вот так вот прикладывает. Слушайте, ну я не могу сказать, что это обидно или нет. На самом деле, знаете, здесь такая психология. Кому-то нужен кнут, кому-то пряник. Наоборот, порой, когда тренер обращает на какого-то футболиста гораздо больше внимания, чем другого, значит, он от него и ждет, и требует гораздо большего, чем, допустим, от других. Должно быть тревожным сигналом, когда тренер о тебе вообще ничего не говорит. Тогда, скорее всего, либо он в тебе разочарован, либо уже ничего не ждет от тебя. Поэтому, когда требует, значит, это хорошо. А по завершению карьеры Дмитрий рассказывал, что он не теряет форму и три раза в неделю гоняет мяч. Вот интенсивные у вас тренировки? Вы же, по-моему, там с ветеранами футбола играете все. Да, мы регулярно занимаемся спортом и в футбол играем, и в теннис. Конечно же, Дмитрий был прекрасным футболистом, но я могу сказать, что в теннисе у него сейчас гораздо больше успехов, чем в футболе. Это, может быть, прозвучит немножко с юмором, но так или иначе, конечно, он очень здорово сейчас уже играет. А вы же и в паре, и друг против друга играли. И в паре вы соперничаете с кем-то там, с Оленчевым, с Титовым? Да, был такой эпизод. То есть вы в паре, значит, Алдонин-Булыкин против Оленчева-Титова? Кто кого? Интересно же в теннисе. Ну, конечно, побеждает дружба всегда. Всегда ничья. А Булыкин по-другому рассказывает. Он говорит, что в паре равных вам, то есть Булыкину и Алдонину, нет никому вообще. Ну, конечно, я же поэтому проявляю дипломатичность и говорю всегда только правду. Спасибо огромное. Еще раз отмечу, дорогие друзья, что у нас в программе был заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион страны, пятикратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгений Алдонин. Спасибо от души. Спасибо, Женечка. Спасибо, всего доброго. До свидания. Добрые слова. До свидания. Мама знает все. Давайте уже перейдем к зарубежному этапу футбольной карьеры Дмитрия Булыкина. Как мы уже говорили, после успеха 2003 года футболист решает уйти в европейский клуб, однако руководство «Динамо» не желает его отпускать. И с этим, я так понимаю, было связано много не самых приятных моментов. Вот с этим ожиданием, с его желанием. Какая-то была неразбериха. Да, были такие моменты. Там даже такой, знаете, случай был, что его отстранили от тренировок. Я ему как-то звоню, говорю, Дима, почему ты не тренировки? А, мне, говорит, отстранили. Сказали, в общем-то, не нужно тебе тренироваться. Не-не-не, ни в коем случае по договору ты должен находиться на тренировочном, хотя бы на скамейке сиди, на поле, на трибуне. Ты должен находиться. Он, да, я говорю, конечно, у вас же это юридически все заполнено, запротоколировано. Он, говорит, все, понял. То есть вот эти моменты тоже были. Вы просто не хотели его отпускать? Ну, думаю, да, думаю, да. Выставляли там цену какую-то большую? Да, и спрятать хотели его, да. Вот он в плохой форме, ему тренироваться не надо. То есть я не могу сказать вот этих всех моментов, что там подразумевали чиновники. Но, в общем-то, они его не хотели отпускать. Вы поддерживали его именно в этом желании уехать играть в Европу? Поддерживала, скажу четко, потому что мне очень хотелось, чтобы он себя где-то проявил и дальше, как игрок. Потому что раньше же еще нас не вызывали сюда иностранных игроков. Поэтому здесь он вырос, вырос из этих штанишек, как говорится. И хотелось, конечно, посмотреть, как тренируется, как играет. Вообще тренировочные процессы. В 2007 году Булыкин уезжает играть в Германию. И первым его европейским клубом был Байер. Верно все, да? Да, Байер. Сложно вам было его отпускать? Вот руководство Динамо было сложно, а вам как маме? Нет. Все время старалась воспитать мужчину. Вот иди вот там попробуй, вот иди там попробуй. И я не боялась отпускать его в Германию. Но потом поддержка такая, понимаете. И мы туда ездили, и сестра ездила, и жена ездила. Мама, папа, я спортивная семья, мы всегда вместе. Молодцы. И все изначально там было даже очень неплохо. Булыкин оформил дубль за Байер в Кубке Уэфа. Забил гол легендарному Оливеру Кану в чемпионате Германии. Но в команде не закрепился. Перешел бельгийский Андерлехт. Сразу в дебютном матче за Андерлехт забил два гола. Но тоже быстро попрощался с командой. И уехал опять в Германию в клуб «Фортуна». Лариса Владимировна, почему он так часто менял клубы? Ну, может быть, мало игрового времени ему хотели дать в этом клубе, а он хотел большего, может быть, отсюда. И вот Дмитрий Булыкин попадает в аренду в Денхак. Это уже Голландия, соответственно. Клуб скромный вроде бы, но с Булыкиным начинает творить поистине какие-то чудеса. По крайней мере, чудеса в рамках чемпионата Нидерландов. Там у Димы получается все. Булыкин заставил говорить о себе всю Европу. В 2011 году ваш сын Лариса Владимировна становится царем Гааги. Вы к царю ездили в гости? Вы видели вот эту всю атмосферу, что ему там шагу не давали пройти? Да, мы ездили. Такой случай был. На простую автомойку заехали, машину помыть. Там с ним разговаривают совсем по-другому. Он с ними тоже отвечает, общается. Его все узнавали? Да, да, да. Все узнавали. Но он такой скромный в этом плане, но он хотел играть. Понимаете? Он еще в таком возрасте был, когда ему нужно было играть. Ему, может быть, не столько вот это вот нужно было шумиха и шоу вокруг. Чему-то стремиться, себя показать, доказать кому-то. Мне кажется, вот это у него было. Но там все совпало. Он тогда и играл, и забивал. И плюс еще тут вокруг вот это все. Автографы, фанаты. Как они его? Буликин называли? Там как-то такая. Буликин. Буликин, оставайся у нас навсегда. Русский Рэмбо. Лучший легионер за всю историю клуба. Это вот так писали в голландских спортивных изданиях тогда, вот в тот самый период, когда Буликин играл в этой команде. Ну, понятно, там Джон Вандербром. Это главный тренер Денхаага. Тоже у них там сначала не просто отношения строились, но потом тренер оценил значение Буликина для их команды. И, в общем-то, это действительно тоже отдельный такой эпизод в европейской карьере Буликина. Такой успех вылился опять в переход, но уже в легендарный амстердамский клуб Аякс, в составе которого Буликин в 2012 году становится чемпионом Нидерландов. Но по окончанию сезона контракт опять не продлевается, и Буликин переходит теперь в Твенты. Почему? Опять какой-то конфликт? Я даже не знаю, может быть, в чем-то не сошлись в введении игры. Может быть, то, что такой игрок не нужен был. Гаага, конечно, жалела, очень жалела. И менеджеры команды, и болельщики сами действительно, они вот как там писали, что останься и так далее, потому что он вознес команду, по-моему, на шестое место, что ли. С Буликиным они взлетели на те места, которых вообще никогда в истории даже не было. Никогда в истории не было, да, да, согласна. Ну, в общем, ему захотелось, наверное, поиграть вот в европейских кубках и именно посмотреть, какая это борьба, как это будет. Вот чисто спортивная. Итого шесть европейских клубов и возвращение на родину. Но об этом уже после перерыва. Мы ненадолго прервемся. Хочу зачитать. Не знаю таких людей, которым я бы доверял, как себе на все сто. Хотя нет, не совсем верно. Я полностью доверяю своим родителям. Это слова футболиста Дмитрия Булыкина. О нем сегодня речь в нашей программе. В студии с нами мама Лариса Владимировна Булыкина. Проект подготовлен Российским футбольным союзом при поддержке «Газпромбанка». Лариса Владимировна, при всем при том, что Дима больше всего по жизни доверял вам, и об этом свидетельствуют и факты из жизни, и его цитаты, он на определенном этапе все равно увлекся людьми, не имеющими ни к семье, ни к спорту, никакого отношения. В начале 2000-х он снимался в клипе группы «Рефлекс» вместе с Сергеем Овчинниковым, Заором Хаповым и Радославом Батаком. Солистка «Рефлекса» Ирина Нельсон тогда заявила, что, мол, хватит восхищаться Дэвидом Бэкхэмом как единственным секс-символом. У нас есть и свои мальчишки, которые достойны большего. Потом Дима еще принимал участие в проекте «Первого канала», и неожиданно для всех он начал танцевать. Помните этот период? Да, да. Вы не противились вторжению шоу-бизнеса в его жизнь? Нет, я не противилась. Единственное, я ему сказала, опять-таки, знаете, как вот эту страничку разделить? Я говорю, ты смотри, ты со спортом хочешь быть? Или хочешь в шоу уйти? Смотри вот эти вот варианты. У тебя еще возраст есть, ты можешь еще совершенно спокойно поиграть, там столько-то лет, а шоу отнимает очень много времени. Потому что вот «Танцы со звездами» один из первых проектов. Ну, я не знаю, как у них там дальше. Он, по-моему, не стал выступать, потому что вот мы как раз это за и против, и решил, что нужно спорить. Нет, он научился. Там он даже рассказывал про то, что там вальсы, пять дней у него было. Притом его зачарование, опять честность была его, в чем он такой. Сказали, что все будут участвовать, кто никогда не умел танцевать. Я, говорит, в этом отношении был честен. Я танцевать не умел. И это бросалось в глаза, собственно. А остальные все все равно были с каким-то уровнем подготовки. Но могу сказать, что танцевать он учился не только на камеры. Он еще любил танцевать в различных ночных клубах, где был частым гостем. Тогда это было, в общем-то, нехарактерное поведение для известного футболиста, за что ему сразу же, конечно, припечатали прозвище «Дима дискотека». И обвинили в том, что Булыкин променял футбол на тусовке. Вот, Лариса Владимировна, вы кандидат педагогических наук, вы умнейшая женщина, и вы очень чуткая мама. Вы тогда в этом какую-то проблему увидели или это раздули? Да, он уходил с клуба, он не мог сразу прийти, понимаете, когда после игры кто-то, после физических нагрузок и после психологических вот этих нагрузок, которые приходятся во время игры, игры, соревнований, там это все прочувствовать. Кому-то нужно спать, кто-то устал, а кому-то нужно продолжить, понимаете, а кому-то просто посидеть. То есть здесь разный выплеск вот этих восстановительных моментов. Поэтому здесь, ну, мы часто с ними сами ходили после игры, ходили в боулинг. Я считаю, что, может быть, это какой-то этап восстановления, но они могут его увидеть, что он там был всего 10 минут, а написать много. Но я думаю, что это у него выплеск энергии вот это был после игрового дня. Давайте обсудим тему с другом Дмитрием как раз из нефутбольного мира. Поприветствуем на нашей программе музыкант, композитор, кинокомпозитор, поэт, певец, продюсер, лидер группы «Динамит» Илья Зудин. Привет-привет. Илья, вот давай для начала, чтобы обозначить твою, скажем так, компетентность в рамках нашей программы, мы выясним, являешься ли ты футбольным болельщиком. Я самый, наверное, удивительный из футбольных болельщиков, который болеет не за команды, а за футбол, потому что мне нравится красивая игра. Скажи мне, пожалуйста, вот по твоему мнению, топ-3, например, самых ярких российских футболистов? Ну, конечно же, Дима Булыкин, первое место. Браво, Илья! Браво, да! Я здесь не могу быть объективным, потому что мы с Димкой дружим уже достаточно давно, поддерживаем очень теплые, хорошие отношения. И самое приятное, то, что Дима, наверное, один из тех немногих, кто за долгое время, за подъемы и так разные изменения не изменился. Он остался целостным и хорошим человеком. Что вас сблизило и какие общие интересы появились после того, как вы уже познакомились и какое-то общение пошло? Дима, он не только же футболист, он в первую очередь спортсмен. И ему интересны разные вообще виды спорта, собственно, и игровые, как бильярд, боулинг и так далее. Поэтому мы с ним эти моменты тоже прошли. Но вот на футбол он меня не затащил. Илья, у вас не было никаких совместных творческих планов? У Дима столько дел в футболе сейчас, тем более, что ему не до музыки. Спасибо огромное. Композитор, музыкант, автор песен, участник группы «Динамит» Илья Зудин был с нами. Счастливо. Спасибо, удачи. Спасибо. Удачи, взаимно. Мама знает все. Главным оружием Булыкина многие эксперты называли как раз игру в воздухе, игру головой. Но вообще, вообще в целом, да, во всех смыслах с головой у него все в порядке. Между прочим, Дмитрий кандидат педагогических наук. В 2007 году он защитил диссертацию по специальности биомеханика на тему техника стартовых действий в футболе и легкоатлетическом спринте. Это он для вас сделал? Нет. Это как раз помогло нам «Динамо», когда они его отлучили от игры. Вот как раз они его не подпускали к команде, и значит, нужно было что-то сделать. Ну что сделать? Ну что, ну что, ну что? Давай учиться. Давай напишем диссертацию. Зачем вот время терять? Ты просто сидеть будешь на скамеечке и в зубах ковыряться. Зачем это нужно? Нужно что-то дальше себя реализовать. И, в общем-то, это помогло. Он всю команду «Динамо» уговорил. Они приезжали на эксперимент. Они несколько раз приезжали. Там же разница в чем. Там мягкое поле и жесткое поле. Вот это разница. Это все доказывалось. Много привозил. Даже ребята, я не помню, кто-то у них из иностранных спортсменов принимал участие. Он мне все время «Димин, ну ты возьми меня. Я очень хочу посмотреть, что у меня не так. Вот почему у меня не так? На старте, да? Да, да, да. Вот ты меня возьми». Вот это вот. И он его брал на эксперименты. «Динамо» раза три или четыре приезжали в экспериментальный центр, и они все это делали. То есть это все. А вы ему помогали. Все-таки у вас-то огромный опыт и написание научных трудов, и исследовательских работ. Ну, у меня же больше педагогическое, а у него больше физическое, техническое. Он же на физике. Он вообще очень любил физику. Физику, математику. Поэтому у него математический склад ума, и я не могла ему это помочь, потому что там обработка таких материалов, статистических данных, что я даже вообще не могла это сделать. Нет, это все его работа. 36 лет, это 2016 год, Дмитрий Булыкин объявляет о завершении карьеры. Давайте подведем вот такой итог. Как вы считаете, что самое сложное в работе футболиста на примере вашего сына? Ну, самое сложное вообще закончить в разгар, в расцвет. То есть он еще мог играть, и самое сложное вот закончить это игрок. А почему он закончил? Ну, наверное, команды не было для него в России. Он же вернулся в Россию. Я даже не думала, если честно, что он такой патриот. Я должен везде посмотреть, как тренируется, как тренировочный процесс идет. Я думаю, что это его учитель в институте, Лексаков Андрей Владимирович. Вот он это привил, что нужно везде смотреть, проходить инстанции и сравнивать. И он вот это вот учился этому. Ему для него, конечно, в 36 лет было рано заканчивать. Да, он мог еще пару лет поиграть, потому что не реализовал свой запас. Дмитрий Булыкин. При всех его положительных и каких-то отрицательных качествах на самом деле человек-легенда. В российском футболе он, по крайней мере, на момент своего пика был одним из немногих спортсменов, чье имя обросло огромным количеством слухов, домыслов, даже каких-то скандалов. Но это в первую очередь подчеркивает то, что Булыкин был невероятно интересен. Людям хотелось знать, где он, с кем он, что он делает. Потому что парней, которые хорошо играют в футбол, достаточно много. А Булыкин такой один. Эта программа «Мама знает все». Спасибо огромное Ларисе Владимировне. Все выпуски программы доступны на подкаст-платформах и на сайте авторадио.ру. А мы, ведущие Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева, прощаемся с вами на неделю. Ларис Владимировна, спасибо огромное. Девочки, вам спасибо за приглашение. Спасибо большое. Самые близкие и важные в жизни люди «Мамы» помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. «Мама» знает все. «Мама» Продолжение следует...